Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юрий Олешников, я профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня я буду тестировать инструмент Cort AC-160 CF-TL. Непосредственно есть модель 160 CF, а вот TL это две буковки, которые означают, что эта гитара будет с более тонкой обечайкой. То есть она не полноразмерная здесь обечайка, из-за этого получается корпус внутри меньше по объему, а это значит, что будет меньше обратной связи. Почему? Потому что эта гитара, она с датчиком. То есть этот инструмент, он должен в первую очередь работать именно с подключением. Потому что вживую, вот у нас сейчас микрофоны включены, вживую этот инструмент, он не звучит так, как нужно. То есть это такой суховатый звук. То есть это заметно, особенно если какую-то другую гитару включить, послушать, то это будет слышно. То есть здесь у нас главная задача этого инструмента, чтобы он хорошо звучал с подключением. Конечно, для домашних репетиций, может быть, это даже преимущество, да, что вас не будут слышать соседи, и можно поиграть на гитарке. Вот, это тоже очень здорово, и это выход. Но, если вы будете выходить играть на концерт, вам в любом случае нужно куда-то подключаться. То есть без усиления эта гитара в концертном зваде не прозвучит, абсолютно. Значит, здесь у нас елка, верхняя дека, нижняя дека, обечайка, черное дерево. Но это все ламинат, это не массив. То есть верхняя дека здесь не массивная. Ну, из-за этого, конечно, стоимость этой гитары, она очень доступна по цене что-то в районе где-то 220 евро вместе с датчиком гитара. То есть Cort, это индонезийская компания, которая, ну, как бы выпускает достаточно много инструментов. И отделка, если вот на первый взгляд посмотреть, очень качественная, очень достойная. Все стыки проклеены, то есть лады все очень хорошо отполированы. Механика, пускай, недорогая, но она нормально работает, все подстраивается. Поэтому сегодня я буду тестировать эту гитару только в линию. Здесь у нас Fishman датчик, значит, сейчас все выставлено в ноль. Здесь, собственно, две настройки, высокие частоты и бас на этом датчике. И противофазу можно включить. Соответственно, мы подключаем это через пассивный DirectBox. И вы можете сейчас все это послушать. Играем, значит, настройки здесь в ноль, бас и средние частоты. Сначала бас. Играем, значит, настройки. Теперь верхний регистр. Конечно, здесь есть вырез, поэтому здесь доступ есть еще к верхним позициям. То есть очень удобно играть. Собственно, если говорить, например, про фингерстайл, стиль игры, то здесь доступ к верхним позициям, он обязательный просто. Теперь флажилеты послушаем. Собственно, еще один тест. Это ординарио, суль пантичеллио и суль тасту. И теперь еще аккорды. На атаку посмотрим. Теперь мы проверим тюнер, как здесь работает. Настроил. Так, теперь мы будем пробовать поиграть с настройкой баса. Какой-нибудь аккорд, да, возьмем. И сейчас я бас полностью убираю. Теперь бас полностью накручиваю. Теперь я его выставлю в ноль. Уберу полностью верхние частоты. Теперь полностью накручиваю верхние частоты. Еще такой момент. Гитара у нас должна, ну, как правило, с подключением используются фингерстайловые элементы, такие как удары. Да, сейчас я сыграю ударную технику, как мы что-нибудь послушаем тоже. Сейчас я в ноль обратно все верну. Ну, собственно, представление какое-то у вас должно уже было появиться об этом инструменте. Здесь еще крепление находится внизу, поэтому, ну, то есть не сбоку, бывает сбоку крепление, а здесь крепление снизу. То есть, если играть в таком положении классическом, сидя, да, это очень удобно, потому что, когда крепление сбоку, шнур немножко мешает. Да, вот, то есть только угловым нужно пользоваться, а здесь можно прямым использовать. Ну, и вообще, в принципе, когда он внизу, это немножко удобнее. Поэтому, резюмируя сегодняшний обзор, я хотел бы сказать, что по отделке у меня здесь нет никаких вопросов. То есть, это бюджетная гитара, которая качественно сделана. И дальше уже по звучанию вы можете, в принципе, достаточно много настройок использовать. Почему? Потому что здесь же только базовые настройки. А вы можете подключить примочку, сделать еще что-нибудь, какие-то эквалайзеры накрутить там и так далее. Вот, то есть, все здесь как раз возможности, в отличие от живого акустического исполнения, они, пожалуй, что, наверное, безграничны. Экспериментов можно очень много поставить. Поэтому экспериментируйте. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok